Фонд капитального ремонта. Этой организации мы ежемесячно перечисляем взносы, куда идут эти деньги и можно ли не платить, что входит в понятие капитальный ремонт и когда он начнется, расскажем в нашем специальном репортаже. Фонд капитальный ремонт. Фонд капитальный ремонт. Это фундаменты, это верхняя, так сказать, наружная вся работа и все инженерные сети. Вот электричество, газоснабжение, водоотведение, горячее-холодное водоснабжение и теплоснабжение. Вот это те виды работ, которые входят в капитальный ремонт. Плюс, конечно, там дополняется, когда речь идет о фасадных работах, это входные группы. Ну, крыльцо, двери. Начиная с 2013 года во всех регионах страны появились специализированные фонды для сбора взносов с населения на капитальный ремонт многоквартирных домов. Связано это было с тем, что проект по созданию ТСЖ по всей стране по сути провалился. Так, в Мирном количество жилфонда, оформленного как товарищество собственников жилья, ничтожно мало. В итоге государству пришлось в принудительном порядке создавать структуру, способную проводить капитальные ремонты ветхих зданий. В Якутии организацию назвали фонд капитального ремонта, куда население республики с середины прошлого года и стало платить взносы. У нас каменные дома взносы 3,5 рубля с одного квадратного метра, а в деревянных домах 3 рубля. То есть этот дом, допустим, у него 500 квадратных метров, он собирает всего 1500 рублей в месяц или 18000 рублей в год. И даже если он 30 лет их будет собирать, эти средства, у него все равно не будет возможности накопить на нормальный капитальный ремонт. Поэтому здесь, конечно, включается бюджетная поддержка. Допустим, в Москве взнос квадратного метра 15 рублей, в Подмосковье 10. Почти по всему нашему Дальневосточному федеральному округу и 7 есть, и 8 есть. Сахалин, по-моему, 8,70. Хабаровск, по-моему, 6,80. И у нас по России самая низкая ставка. Есть еще, по-моему, в Мурманске, по-моему, 3 рубля только. Но там тоже высокая степень бюджетной поддержки. У нас тоже есть бюджетная поддержка, которая составляет почти, ну, примерно такую же сумму, как мы и собираем. Подрядчиком по сбору денег в Западной Якутии выступил Энергосбыт. У этой организации имеется компьютерная программа, позволяющая отслеживать оплату по каждой квартире в доме. Это весьма удобно для прозрачности работы фонда. Но к своей работе Энергосбыт подошел халатно, что вылилось в огромные очереди многочисленные жалобы, крики и ругань. Многие люди просто переставали платить, так как никому не хотелось тратить свое время и нервы. Для решения проблемы фонд открыл альтернативный путь оплаты через Сбербанк Онлайн, разместив подробную инструкцию на своем сайте. Наш специальный счет, на котором мы аккумулируем средства, с него, а вот к вопросу, куда они уходят, с него можно только оплачивать договоры подряда. То есть, допустим, наш сам фонд содержится за счет субсидий правительства. Мы со взносов, у нас содержание идет от правительства. Мы со взносов собственников ничего не берем. Эти все взносы аккумулируются на специальном нашем счете и расходоваться могут только, повторюсь, по договорам подряда по тем ремонтным работам, которые производятся. Того небольшого взноса, что платят жильцы домов, для полноценного ремонта не хватит. Поэтому правительство республики выделяет субсидии для полноценной работы фонда. По деревянным домам это почти 80% средств бюджета. Потому что, как вы понимаете, арифметика очень простая. 18 тысяч в год с одного деревянного дома. И пусть это даже будет 30 лет, там средняя стоимость может быть до 10 миллионов. И, конечно, по-хорошему было бы все-таки деревянные дома выводить как-то ветхие, аварийные или под снос. Но бюджет не располагает такими возможностями, чтобы полностью избавиться от этого жилого фонда, который находится в деревянных домах. Поэтому пока мы понимаем, что после ремонта... У нас, допустим, в городе Якутске мы тоже ремонтируем деревянные двухэтажные дома. И там собственники прямо приходят к нам целыми делегациями, говорят, не надо нас ремонтировать. Потому что мы сейчас, может быть, лет через пять, надеются люди, может быть, их попадут как-то под снос и так далее. Вы сейчас нас отремонтируете, это 15-20 или больше лет, мы уже точно отсюда не переедем. Вот такой вопрос довольно сложный. Но государственная жилищная политика сейчас строится именно так, что да, это будет все ремонтироваться. Благодаря такой финансовой поддержке уже в конце 2015 года в Мирном начались первые ремонтные работы деревянного жилого фонда. По согласованию с жильцами, бригады заменяют ветхие конструкции, исходя из сезонных условий. То есть зимой обновляют фасад и крышу, а летом ремонтируют фундамент и внутренние коммуникации. Раньше, если было, буквально до этого лета, что работы принимались в фонд и подрядчик, все, сейчас подписывают у нас, приемка работ ведется обязательно с участием собственника, который определен на общем собрании, кто-то из представителей, обязательно управляющая компания, обязательно администрация и только потом мы и подрядчик. То есть это такой сложный процесс получается, потому что где-то управляющие компании вступают с подрядчиком в какие-то споры, просят отдельные бонусы, чтобы провели те или иные дополнительные работы. Где-то у нас здесь, например, возник вопрос по цветовой гамме, что у нас не было предусмотрено, что это надо согласовывать с администрацией. Если вот такой немного был момент упущен, тем мы наставим, чтобы подрядчик все соглашался с сомнением администрации и учитывал те требования, которые уже сформировались, скажем, здесь. Планы на 2016 год еще масштабнее. К тем домам, что уже ремонтируются, прибавится еще 18 строений. Сегодня мы в администрации обсуждали, у нас, например, по городу Нерингре мы передали функции заказчика городской администрации. И они сами играют в конкурс, у них фактически все подрядчики свои, Нерингринские. И это уже сложился такой позитивный, на мой взгляд, опыт. И мы, в принципе, на сегодня обсуждаем с Александром Валенуровичем, что город Нерингрин тоже возьмет на себя функции заказчика. И вот сейчас прорабатываем эти моменты, что вот эти 18 домов, которые стоят в плане 2016 год, чтобы администрация сыграла уже сама конкурс, сама распределила, как его там разработать по конструктивам или как его распределить по отдельным лотам. И надеюсь, что тоже все-таки как-то мирнинские подрядчики будут работать, потому что когда все-таки люди работают в других городах, это менее управляемая система. С неплательщиками фонд не церемонится. С конца прошлого года инициированы сотни судебных дел. Мы сейчас со своими неплательщиками ведем претензионную работу, мы обращаемся в суд. Вот на сегодняшний день у нас, по-моему, порядка 300 исков находятся в судебных инстанциях. Когда человек получает уведомление в суд, фактически сразу же у нас идет рост платежей. То есть не дожидается человек, когда его пригласят в суд. Он, как только получив исковое, получил иск, уже старается идти оплачивать. Разработчики закона о фондах капитального ремонта оставили гражданам еще одну альтернативу. Те, кто не доверяет региональным структурам, могут организовать отдельный счет для своего дома и собирать деньги на нем. Но опыт показал, что жители Мирного неохотно идут на подобные эксперименты, довольствуясь тем, как жилфонд обслуживали коммунальные структуры Алроса. А вот в Нерюнгре инициатива граждан бьет все рекорды. И сегодня нерюнгринцы – лидеры в республике по количеству персональных счетов многоквартирных домов. Сам замысел, он все-таки построен на том, чтобы собственники почувствовали себя хозяевами своих домов. Потому что не только есть способ накапливать средства на капитальный ремонт в нашем фонде капитального ремонта. Каждый дом может сам себе открыть специальный счет и накапливать средства именно на те конструктивы, которые считают жители необходимыми сделать. Вот, допустим, в городе Нерюнгре порядка 80 у нас спецсчетов, на которых собственники сами накапливаются и средства. То, что фонд реально работает, многие мирнинцы могут увидеть уже сегодня. Поэтому платить взносы можно и нужно. Но лучше делать это на персональные счета своих домов, чтобы не ждать очереди на капитальный ремонт в несколько десятков лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!